К субботу, 26 октября, в Грузии завершились выборы в парламент, на которых, согласно предварительным подсчетам, победила правящая в стране уже 12 лет партия «Грузинская мечта». О ситуации в соседней стране нам расскажет корреспондент Ханлар Мехтев, который к нам подключается. Здравствуй, Ханлар. Здравствуйте, Диталия. Какая у тебя есть информация? У меня информация такая, что вы уже сказали про цифры, и хочу напомнить, что вчера ночью, когда уже Центр избирательной комиссии говорил о цифрах, вся оппозиция отказалась от результатов, сказали, что мы не принимаем эти результаты, потому что они набрали где-то свыше 10-87%. Ну, это, конечно, было ожиданно, потому что грузинская мечта, ну, народ поддерживает грузинскую мечту, и мы видели даже в протестах, и когда мы делали репортажи в регионах. И хочу напомнить, что грузинский, кстати, премьер-министр Иракли Кабахидзе поблагодарил всех, кто поддержал грузинскую мечту и пошел на выборы. И спикер парламента Шалова Папашвили тоже поблагодарил, и основатель Бедзина Ивана Швили, основатель партии тоже поблагодарил. И, кстати, хочу напомнить, что на сегодня ожидается большая акция, которую оппозиция обещала, но пока что еще молчит, даже не объявили, во сколько, когда и как будет. Но хочу напомнить, что премьер-министр Грузии сегодня также сказал, что нововыбранный парламент начнет свою работу, даже если президент не скажет ни слова о заседании. Потому что вы знаете, что президент Солом Зарубашвили не поддерживает грузинскую мечту, и она на стороне оппозиции. И, кстати, вся оппозиция, как сказал, что мы не принимаем, западные СМИ уже начали критиковать грузинскую мечту. И Роутерс, BBC, CNN и другие информационные агентства уже начали, что если грузинская мечта будет править еще 4 года, то Грузия отдалится от европейского пути. Но основными принципами грузинской мечты это идти в европейский путь, но не с такими условиями. И, кстати, хочу напомнить, что азербайджанцы, компактно живущие на территории Грузии, это где Думаниси, Марнули, Буниси, Кахети, Гараджалары и другие места, они поддерживали правящую партию с первых дней. И мы видели, как на акции 10 тысяч, даже больше людей приходили на эти акции, поддерживали правящую партию. И, конечно же, они пошли на выборы и выбрали грузинскую мечту. И вчера были автопробеги на территории Марнули и других городах, где компактно живут азербайджанцы. Они также радовались, как и другие грузины, которые сказали, выбрав грузинскую мечту, сказали нет инагентам, сказали нет пропаганды LGBT, сказали нет тем силам, которые хотели разрушить Грузию. Они сказали да, миру, стабильности и развитию Грузии. И мы увидим за эти 4 года, как грузинская мечта будет управлять, и как Грузия станет еще сильнее, и как здесь Грузия будет просветать. И мы тоже наблюдаем за всеми новостями, что сегодня будет, будет ли протест или нет, мы вам сообщим в следующих выпусках. Спасибо, спасибо большое. Халнар Мехцев подключался к нам из Грузии.